Ловкость рук и никакого мошенничества, только научные факты. Бурные реакции сухого льда с кипятком, газировкой и мылом приводят детей в восторг. На фестивале «Азбука науки» студенты и школьники рассказывают о законах физики, химии, аэродинамики, ставят эксперименты и показывают свои разработки. Восьмиклассник Артем Смирнов задумался, как меняется слух космонавтов во время полета. Чтобы это узнать, создал аудиометр. Прибор воспроизводит звуки на разных частотах, работает от батарейки. Все приборы, которые существуют, работают от розетки 220. А в ракете нет 220. Можно просто с собой в карман положить и, например, ежедневно, каждый день, вечером проверять слух свой и делать по метке результаты. Прибор оценил летчик-космонавт Александр Лазутин. Рассказал, слух действительно меняется. Ты из нормальной такой атмосферы, шумовой, звуковой, попадаешь в ненормальную немножко. Там стабильно все чего-то гудит. И ты в этом всем чего-то гудишь, ты привыкаешь к этому, живешь и, в принципе, уже не замечаешь это. Наука – это интересно, уверены в СГАУ. В этом году участниками фестиваля стали более 700 ребят со всей области, а также Крыма, Благовещенска и Казахстана. Чем раньше мы начинаем ребят приобщать к творчеству, к такой вот работе исследовательской, тем быстрее они становятся сторонниками того, что нужно хорошо учиться, нужно поступать к нам в университеты или в другие университеты, где созданы условия для их дальнейшего роста. Первоклассник Саша Никандров – будущий авиаконструктор. Пока его летательный аппарат сделан из бумаги, но мечтает мальчик о настоящих самолетах и точно знает – поступать будет в аэрокосмический. Валерия Макарова, Григорий Плешаков. События.